Всем привет! Я Маша Лилпи и вы на моем ютуб канале! Уже совсем скоро 23 февраля и пора подготавливать подарочки для моего брата и папы! У меня в этом году довольно-таки интересная задумка. Хочу сделать подарочек, который будет выглядеть как открытка, такая плоская открытка, но она будет состоять из слоев, и когда они будут открывать каждый из слоев, там будет какой-то новый подарочек-суренирчик. Я очень надеюсь, что все получится. Главная сложность это найти как раз-таки плоские подарки. Если честно, у меня вообще в голове нет никаких идей, что можно плоское подарить, кроме как какой-нибудь там типа банальной открыточки, какой-нибудь смешной штучки. Но я думаю, что сейчас отправлюсь в магазин и буду решать уже там. Это открытка, это я! Рисуем на 23 февраля! Ну что, я уже в магазине, и сейчас будем искать что-нибудь плоское, чтобы поместилось в эту открыточку подарок. Первое, что я хочу найти, это носки какие-нибудь. Поэтому я пришла в такой вот магазинчик, где очень много всего. Попробую здесь что-нибудь найти. Смотрите, какие носочечки. Мару. Такие леопёрд. Так они, правда, женские, но так я бы купила кому-нибудь порофлить. О, ребят, смотрите, какая кружка! Кавасаки! Крико! И эшкриппер. Смотрите, какие гигантские портреты эшкриппера. У моей бабушки такая же кружка прикол. Обалдеть, ребята, смотрите, это вот такие вот чипсы из морской капусты. Я знаю, что папа такие любит, и я сейчас ему хочу взять вот это, я думаю, что он точно оценит. Ну, короче, что-то, ребята, выбор тут не очень большой и разнообразный. По поводу смешных носочков. Я даже не знаю, что это. Ну, тут все какие-то тусклые, мрачные. Хочется чего-то смешного, забавного. Поэтому, наверное, поищу ещё вот это, что за Академия Амбрелла, ребят. С тележками, кстати, прикольные вот носочки, мне кажется. Но как-то как будто непонятно, что это. Ой, ребят, смотрите, какие ещё нашла носочки. Ой, это, видимо, комплект, блин. Ну, тут, в общем, очень прикольные носочки с динозавриком, мне кажется. То, что Сане понравятся, вот такие вот из гугла динозаври. Так, и правда, это комплект. И вот непонятно, это, получается, всё придётся покупать. Ну, можно все подарочки, все ячейки, Саша, вот носками. Блин, 27-29 размер. Не, ребята, это не подходит. Я пришла в магазин с вкусняшками, и в какие-то, что это, монстр, гамми, кэнди. Кстати, прикольно выглядит, какой-то Майнкрафт-террария, кстати, реально похожий на террарию. Но оно слишком толсое, чтобы класть это в подарок. Вот такие вот, какие-то жвачки с анимешками, может, Саньку бы понравилось. Ну, чё-то не знаю, чё-то не знаю. Ладно, я всё-таки решила взять тебе аниме-конфеты. Ребят, нашла папе подарок, смотрите. Это же Юпи, как в его детстве. Я считаю, что это надо обязательно купить, он оценит. Чехольчик для карточки Бэйк Боос. Сможем такое взять. Я ещё Санёчку решила взять. Ещё Санёчку решила взять. Киндер чоколейт и вот такой вот мак-кофе. Да ёкарный бабай, чё я всё роняю-то? И папе я ещё хочу взять вот такую вот жвачку. Дирол ледяная мята. Ох, ребят, ничего себе, вы только посмотрите, какая гигантская какая-то коробка. И тут, видимо, конфеты. Блин, было бы такое круто подарить, конечно, но... Это не вписывается в рамочки. Пипец, ребят, приводные татушки с бременскими музыкантами. Кто бы сделал такое за пять минут? А что, если взять пару кусочков нарезанной колбасы и просто положить в конвертик, ребят? Просто взять открытие и просто положить. Вы просто представьте уровень шоп-контента. Ну не, ребята, конечно, шучу, я не буду так делать. Зомби против растений ожили и решили залезть в пакеты и продаваться в магазине. Посмотрите, это же тот самый перец, который всех зомби на линии уничтожал. Если я буду делать такой же конвертик бабушке на день рождения, то я ей вот такое вот подарю. Можно, например, взять спортивные батончики. Вот эти вот спортивные, полезные. Биг Стар. Ну вот это класс. Конечно, смотри, еще что-то выиграть можно. Слишком какие-то большие, не плоские. Ух, нифига себе, ребята. Смотрите, какой батончик там жирный. Чика-чика-чика-чика. Это спелая клубника, что? Это открытка, это я. Рисую на 23 февраля. Итак, я уже вернулась домой. И теперь пришло время делать, соответственно, сами открыточки. Я нашла. Ну как, нашла. Вы знаете, сколько у меня всякой разной бумаги, картоны, хранится разных цветов. В общем, я нашла у себя вот таких вот цветов бумаги. Причем, кстати, реально они одинаковые. Фирма там, что-то такое прикольное, в общем. Хочу Сане, своему брату, сделать из желтой бумаги, а папе из оранжевой. Так, раз у меня получается 4 подарочка, то это, получается, мне нужно по 4 листа каждого цвета. Я разлинила листы на пунктерные рамочки. Вот такая вот большая, чуть поменьше размера самого листа. Еще чуть-чуть поменьше, еще чуть-чуть поменьше и совсем маленькая. И все эти листы будут насладываться друг на друга. На совсем маленькую чуть побольше, на эту еще чуть побольше. А на самый большой надо нарисовать какое-нибудь интересное оформление. Саша, я думаю, по приколу нарисовать Человека-паука, но почему бы и нет? Он в детстве был фанатом Человека-паука. Ну, а что, с годами, что ли, что-то прошло? Нет, конечно. Ну, теперь рисуем узор Человека-пауку, спайдер-мейну. Все вспоминаю, как я пекла блины на Хэллоуин и пыталась сделать блин в виде паутинки. Ну, у меня какая-то фигня получилась. Но зато вот рисовать паутинку более-менее не умею. И вот такая вот картинка у меня получилась. Мне кажется, вышла очень классно, прям в стиле комиксов. Пиши в комментариях, кто твой любимый супергерой. И еще я здесь вот сделала вот такое вот обозначение, то, что вот здесь надо отрывать уголочек. Теперь я беру канцелярский нож и обязательно, конечно же, картонку, чтобы не испортить, не порезать стол. Начинаются самые сложные, ребята. Сейчас нужно каждый вот этот пунктирчик канцелярским ножом вырезать. Делать разрезики. Я чувствую, это будет долго. Просто ювелирная работа. Для того, чтобы вся конструкция крепче держалась, я возьму за основу лист картона. И кладу посередине самый маленький подарочек. И заклеиваю сверху листом с маленьким окошечком. Вот так вот получилось. И тут такая вот конструкция, что когда Саша потянет вот здесь уголочек, который не приклеен. Ну, как бы тут вот все не приклеено, потому что там подарочек лежит. То сразу вот эта вот штучка, часть оторвется, которая не приклеена, и он сможет достать подарочек. Теперь кладем подарочек побольше, вот этот вот кофе. И заклеиваем листом с окошечком побольше. В общем, с этим слоем получилось не очень аккуратно. Тут вот такие вот складочки, ну, из-за того, что кофе довольно-таки выпуклое. Но ничего страшного, потому что сейчас это закроется следующим листом, и будет видно только окошечко. Дальше, соответственно, идут киндеры. Но я хочу их распаковать и положить как-нибудь, ну, чтобы хотя бы вот коробочка такая толстая, может быть, поменьше будет объема создавать, если я открою киндеры. Что-то мне кажется, что очень большой объем будет. Ну, ладно, сейчас что-нибудь придумаю. И теперь кладу конфеточки. Думаю, что положу не все, иначе прям слишком объемно будет. Три достаточно, Саня, да? И заклеиваем всю вот эту вот, вот эти вот пузыри вот такой вот красивой, потрясающей открыточкой с человеком-павуком. Слушайте, мне кажется, очень даже круто вышло. Ну, конечно, понятно, что там лежит какой-то подарочек, но Саша даже, думаю, не догадается то, что их целых четыре. Так открыточка все равно получилась довольно-таки плоская, вот смотрите, вид сбоку. Так и непонятно то, что там целых четыре подарочка спрятаны. Мне кажется, что вышло классно, теперь надо сделать подарок папе. Это открытка, это я, рисуем на 23 февраля. Папа у меня музыкант, и поэтому я считаю, что самым прикольным решением будет нарисовать ему пластинку. И я как раз-таки заготовила для этого уже вот такую вот как бы штучку, которую я обведу, чтобы пластинка была ровная. Пишите в комментариях, если узнали, сколько видео, от чего эта штука. Сейчас надо будет обвести карандашом вот эту вот пластиночку. Вот, если тут написать 23, а тут февраля, то вообще кайф. А в серединку я обведу вот такую вот печать с Дима Горгоном. Нам сейчас не особо важно, с каким она рисунком, просто обведу вот эту вот серединку. Сейчас как бы вот это сделаю, чтобы оно идеально посередине было. Школьные навыки мне пригодились, вычисляем диаметр этого круга. Ладно, нет, я просто на глаз сделаю. Итак, промежуточный результат. Пока получается вот такой диск, в целом так и можно, да, оставить на 23 февраля. Но лично я считаю, что пока что не до конца понятно, что это диск, пластинка. И поэтому будем делать блики, как на пластинке, типа, знаете, как на картинках вот таких вот, типа. Вау, обалдеть, ребята, я никогда не рисовала. Прямо пластинки, смотрите, как круто получается. На самом деле он немного какой-то ломанный блик пошел, но типа он не совсем прямой линии. Ну ладно, это все равно рвать, это не будет на стене висеть, поэтому думаю нормально. Думаю вообще очень хорошо. Я в шоке. Сейчас напишу с 23 февраля и в целом все готово. Еще надо здесь вот так вот обозначить, то что, опа, рви вот здесь. Готово, вот такая вот прикольная бложечка получилась. И теперь все листы для папиного подарка нужно тоже прорезать по пунктирам. Это открытка, это я, рисую на 23 февраля. Все готово и теперь осталось только собрать подарок. Только вот теперь я очень переживаю то, что носки объемные. Посмотрите просто какие они толстые, наверное. Слышно есть целый Сашин вот как раз таки подарок. И жвачка тоже такая широкая. Надеюсь то, что получится аккуратно. Это открытка, это я. Ну, в общем, как-то так. Конечно, у папы получилось потолще, чем у Саши. Но я думаю, что это все из носков. Даже несмотря на то, что оно тут немножечко прорвалось, все равно ничего не видно. Нигде нельзя подглядеть. Даже если папа вот так вот будет смотреть, ничего не видно. Вот когда он откроет уже и посмотрит. Даже несмотря на вот это вот все, тем не менее, мне кажется, вышло очень даже круто. И выглядит как подарок. Это открытка, это я. Вот такие вот подарочки получились. Мне кажется, что очень классно. И надеюсь то, что папе и Саше тоже очень понравится. Как вы думаете, понравится ли им, пишите в комментариях. И, конечно же, подписывайтесь на мой YouTube-канал, потому что обязательно на моем канале в шорт будет реакция и распаковочка, как папа с Сашей будут распаковывать эти суперские подарочки. Всем спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Еще раз напоминаю, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео и реакцию на подарочки. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока! Я, кстати, снимаю это видео после сходки Dolce Milk, на которой мы с моим братом Сашей исполняли песню Растишка. Поэтому Растишка, не расту! Ты растешь слишком быстро! Ну давай! А в следующем видео ждите распаковку на все эти подарки со сходки! Субтитры сделал DimaTorzok